Здравствуйте ребята, Ницца на связи, Лазурные как всегда, тепло, горячо, вас приветствуют. Сегодня мы понаблюдаем так со стороны, вот со стороны понаблюдаем за процессом, за рабочим процессом. Не будем как бы в него вмешиваться, ну со стороны так там, значит роли. Шеф, начальник, патрон Виктор, вот он жестикулирует активно. Дальше лучший работник года Дмитрий и лучший работник, вот там вот мало виднеется, лучший работник месяца Владимир. Вы его уже видели в моих видео, так что со стороны так посмотрим, да, вот происходит обычный рабочий процесс. Фильм этот назовем преображение, потому что процесс этого действия, это преображение из старого жилья, из бряклова, такого вот, разрухи, сделать конфетку. Такой конфетка. Вот такой, вот метко стоит, метр тридцать, от метра тридцати до, вот до сюда, и вот такой в муле, да. Балкончик. Вот, для чего спрашивается. Помню, раньше мы вот такие штуки покупали в школе, заклеивали окна. Вот это были времена, прикиньте, заклеивали деревянные окна на зиму, чтобы не задувало. Приехали в магазин, где строительный материал, называется платформа, и процесс поиска. Покупки завершены. Шеф в роли начальник, в роли патрон, в роли масона, и так далее. Просто у меня, я тебе объясню принцип, у меня, то есть, видео, это как, ну, настоящее кино, то есть, я как бы и монтажер, и режиссер, и звукорежиссер, и так далее, а вы, типа, это, ну, действующие роли, понял? Понятно. То есть, шеф, и так далее, потом, у меня есть лучший работник года, у меня есть лучший работник, ну, лучший работник года, это Дмитрий, лучший работник месяца, это Владимир. Отлично. У меня какая тема. Так что можешь... Роль, сцена номер два. Шеф, патрон. Лучший патрон. Твое время. Лучший патрон сезона. Да, ну, на два города, Париж и Ницца. Да, так что, можешь вот так вот подержать, давай. Так что, ребята, если вам вдруг нужно преобразить ваше жилье, и так далее, ну, в принципе, реклама пошла, можешь рассказать. Да, можете обращаться в нашу, в мою фирму, она называется SVTRAVACOM. Вот, мы делаем... А где находишься? Мы находимся в Париже, в округе Парижа. Делаем ремонты, как видите, по всей Франции. Вот, уже начали делать ремонты и в Ницце. Надеюсь, будем расширяться и дальше. Значит, что мы делаем? Мы делаем... Основной наш вид работы, это ремонт. Также делаем и фасады, и крышу. Ну, небольшие, частичные такие ремонты, неполная замена. Потому что там определенные другие страховки нужны. Значит, по ремонту делаем все. Все внутренние работы. Ванна, кухня, душ, комнаты и так далее. Главное, нужно добавить быстро и качественно. Обязательно. Это всегда, это наш девиз. Быстро и качественно. Самое главное, это реактивность. Так что, обращайтесь по всем вам нужным работам. Все контакты будут обязательно под видео, ребята. Да, да, да. Пишите, звоните. Денис подготовит вам. Все самое лучшее. Все будет у шоколады. Да, как обычно. Вот. Как правило, мы совмещаем приятное с полезным. Сегодня, во время работы, рабочего перерыва, приняли прохлаждающий душ в море. Не, ну, слушай, находясь в Ницце, в море Средиземном, отличная погода. Почему бы и нет? Да, как видите, солнце светит полным ходом. Вода сегодня шанс градусов, так что купаться можно. Да, лично проверил, подтверждаем. Так что, приезжайте. Или выходите из домов и идите купайтесь, если вы живете здесь. Не, ну, в принципе, сейчас же было недавно водохрешение. А, да, да, да. Так что все уже окунулись, заценили. Ну, там другие температуры. Ты знаешь, как правило, те, кто живут близко к морю, они мало ходят к морю. Да, да, да. Поэтому выходите, окунитесь в прекрасную прохладную водичку. У меня знакомая есть, короче, здесь живет он уже порядка 10 лет. Он тоже с Украины. Он купается только один раз в сезон. Один раз. Один раз в сезон. Да, вот так вот. Да. Обычно весной. Я знаю вот одного хорошего человека, он купается каждый день. Денис его тоже знает. У меня есть такой человек, наш общий знакомый. Достаточно близкий уже стал. Так что, да, у нас, скажем так, родня везде. Везде все свои. Да, все свои. Один интересный случай. Приехал, послал меня клиент на ДВИ сделать смету на ремонт квартиры. Я приезжаю. А предварительно по телефону мне сказал, что мы уже начали делать демонтаж. В общем, вам тут осталось немного. В общем, все чики-пики. Окей, хорошо. Ладно, то есть уже демонтаж, скажем так, нужно будет убрать и делать там какие-то финишные работы. Приехал на объект. Первое, на что сразу обратил внимание. Да, начал делать клиент демонтаж. С собственными силами. Пошел, купил ломку, балду. Ну, как, все как надо. То есть, с деревни там человек приехал и давай бомбить. А где было дело? Это было в Париже. Это 10-й рандисман. Все прилично, все нормально. Квартира. Осмаровский дом, да? Да, да, да. Какой-то, да, да, да. Что-то такое. Потому что перегородки очень-очень такие толстые. Да, и начал он, кстати, демонтаж с несущих-то стен. И говорит, говорит, я думал пойдет дело быстро. Но вот на половине стены уперся, говорит, уже инструмент как бы тяжело поднимать, потому что руки болят. Уже как бы перфоратор тот, который он купил в брикомарке, там как бы поломался. В общем, тяжело как-то идет, я думал, будет быстрее. Вот, да, вот как бы фишка в том, что он начал демонтаж с несущих стен. Это благо, что он не закончил его. Как все обошлось? То есть вы потом все это доделали? Да, да, да. Пришлось потом... Усилили? Он, логично, что потом надо было якобы подавать документы на легализацию этого всего. Ну, это как бы вообще запрещено, да, априори. Вообще, как бы невозможно такое делать. Вот. Но у человека пол стены получилось отбить. И мы меня потом восстанавливали из такого же камня. Да, это был француз. Это был француз. Это отец одной для своей дочки купил квартиру из глубинки. И приехал сюда помочь ей сделать ремонт. Ну, как бы помог. Все то, что он поломал, обошлось сделать 4000 евро, чтобы восстановить тот участок стены, который он грыз две недели. Вот такой был случай. Жаль, что нету видео, как было все до, только промежуточный этап. Ну, потом будет видео, как будет после. Вот это еще что-то, надо было снять. Ты что? Ну, да. Я в результате... Может, у тебя есть фотографии? А, нет, я не я. Уху. У тебя есть не мало ничего. Да, большое, большое жилье. А, это же за пару часов. Не, ну, слушай, тут сколько? 100 квадратов, да? Первая линия. Вон там уже набережная. Вон уже по прямой набережная. Сегодняшний день очень насыщен. Просто очень насыщен. Нормальный чувак. Вот если он сейчас этим парашютом снесет, этих ребят, парочку эту. Уху. Уху. Нормально. Да, так вот, насыщенный день сегодня был. Много где были. Постройки, ну, в принципе, вы все видели. Объект С1. То есть, если нужны какие-то дела, там, что-то отреставрировать, ремонт и так далее по квартирам, к Виктору обращайтесь. Отличный парень. Рекомендую, советую. Позитивный человек. Да, ну и по поводу видосов. Если есть какие-то темы, вопросы, пишите обязательно в комментах. Буду раскрывать, отвечать. Короче, я на связи. Все, пока.